В Сочи, ребят, сложно распределить время Так, и у нас с вами такая Такая тема сегодня будет Исцели себя сам Не просто так я эту тему сделала И она действительно, ну, для меня Понимание Это как раз то, что когда, например, говорится Вот я вам пирожки, которые раздают Бесплатно Когда говорят, что просветление Это когда ты выворачиваешься наизнанку Не в смысле выворачиваешься наизнанку Что там, что я когда-то говорила Я говорила, да, я говорила, действительно выворачиваешься наизнанку Потому что ты начинаешь осознавать определенные вещи в этом мире Как тотально этого мира А что нам превозносят Что такое просветление Что такое пробуждение Это когда ты начинаешь Видеть определенные вещи Не просто определенные вещи В каком-то В контексте Правды Которой я говорю А именно Определенные вещи Когда что такое пробуждение Когда ты начинаешь Видеть тотальную правду Никогда у тебя Начинаются Деревья Быть еще Еще прямее Никогда у тебя Начинает быть Что ты Люди, которые были раньше с тобой всегда И вдруг они стали абсолютно другими Это не про это И многие люди начинают говорить Я не могу пробудиться Я не могу просветлиться Я не могу сделать это Потому что нам неправильную картинку дают Неправильную И почему я это говорю Потому что Чтобы вы понимали Что каждый человек Он уже пробужден Вам только нужно Вот это Прийти к тотальной правде себе И когда вы говорите Я вообще уже Я все себе позволила Я все знаю Я уже все вот это Прошел Просрал На 10 тысяч раз И мне уже Ничего нового не открывается И когда начинаешь скрывать Вот мы сейчас просто Со славой У нас есть Вот эти вот чаты 30-дневные Да И когда мы в этих чатах Начинаем скрывать людей Когда люди начинают Говорить Я все это прошел Я все это знаю Я все это видел И когда ты его Начинаешь просто вот так вот Раз Цеплять За какую-нибудь херню Вообще И просто человек Начинает скрываться Начинает реветь Он начинает рыдать Он начинает И говорит Боже мой Мне кажется Казалось Я это все уже Прошел Я это все уже высрал Нет Не так Потому что мы всегда Прячемся за какими-то вещами И мне даже В какой-то степени Очень польстило Тот момент Когда У нас на сегодняшний день Три человека Которые у нас проходят Вот эти вот Онлайн Вот эти вот Трешечки Я их называю Индивидуальные чаты Которые были у Ну таких Гуру-миллионников Я бы так сказала Я не буду озвучивать Их фамилии Не считаю это Корректным Так скажем Но если я вам говорю Гуру-миллионники То есть вы понимаете Да То есть я Там У меня тысяча Подписчиков То есть кто я И кто миллионник Вообще небо и земля И когда к нам приходят И после этого Говорят люди Что мы их на третий На четвертый день Просто вскрываем Вот это показатель Вот это говорит о том Что люди наконец Начинают себе По-честному признаваться В каких-то определенных Местах Пусть будет в местах Вот Да Это так и есть И Все вы уже наверное Слышали Что мы говорили Что у нас будет С 21 по 23 число Глубокий ретрит С проработками Почему мы взяли Три дня Ребят Не за три дня Мы человека Меняем Не за три Мы человека Меняем За первые Два Три Часа Когда ты сидишь Напротив Друг друга Нам хватило Хватило Очень тяжело Это настолько тяжело Для вас Настолько тяжело Вам принять То что От чего вы Не том что вы Отмахивались Вы даже это Не понимали То есть к нам человек Приехал Он говорит Я приехал Вот за этим Говорит И Я понимаю Говорит Вот моя жизнь Если сказать Что она изменилась За эти три дня На 360 градусов Это вообще Ничего не сказать И вот этот первый день Он был тотально Тотально тяжелый И он И он Сказал Как бы Я не за этим Приехал И как вы Потому что Мы же не видим Друг друга Мы же С эмэсками Общаемся И то 30 дней Вы не представляете Какие перевороты У людей Через 3 Через 6 дней Когда люди говорят Я выхожу из чата Когда они начинают Реветь Когда они просто Записывают голосовые И там нет слов Там просто рев И от мужчин И от женщин И они себя Просто пересиливают Чтобы не выйти В этом состоянии Чтобы их Не выхлестнуло Оттуда Потому что Это Блин Это тотально тяжело Почему мы и говорим Готовы ли вы Менять себя максимально А когда ты Видишь человека Он тебе Спиздеть Уже не сможет Он уже просто Он перед тобой Весь Вот как он Он сидит Перед тобой Ты ему задаёшь вопрос Он говорит Нет А ты Уже вот Когда ты с человеком Ты абсолютно Точно считываешь Нет Это не нет Он просто Не понимает Что такое Под словом Нет И ты его Начинаешь ковырять И в течение двух дней В течение двух часов Ты расковыриваешь Настолько Этот гнойник Вскрываешь Что человека Просто рвёт Представляете Он его держал Тридцать Сорок лет Сорок лет Держать одну позицию И за два часа Её вскрыть Представляете Насколько это тяжело Для психики Представляете Как подбрасывает Человека И второй И третий день Это просто поддержание И это И это да Это такое И На своём ретрите Который будет 26 числа Я это буду делать нежно Да Именно поэтому Ко мне ребята едут Чтоб они Переосознали И ехали к следующим Пересознали И ехали к следующим Потому что Тотально Вот это поменять Это можно В прямом смысле Сойти с ума Потому что Эта нота Выдержит только Сильный человек Если кто-то готов То вы пишите Но мы решили Со славой Трёхдневные Мы со славой проводим Пятидневные Я одна провожу Тридцатидневные Мы со славой Проходим Проводим Семидневные Онлайн Я одна провожу И вот эти вот Трёхдневные Как бы Которые Тридцатидневные Тоже пишите В личку Я вам всё скажу Как и что Трёхдневные Мы решили Со славой Проходим Мы будем только Индивидуалку делать у нас не будет на ретрите 2, 3, 4, 5 человек, не будет, здесь дело не в деньгах, ребят, поверьте, понятно, чем больше народу, тем больше мы заработаем и все, и мы вас и проработаем, но мы решили это делать вот просто настолько тотально, настолько вот погружаться в человека, настолько, чтобы человек растворился в нас, и это можно сделать только на один и один, да, мы по-честному, вы можете сами высчитать, посчитать, все знают, что такое калькулятор, это по деньгам колоссальная потеря, но здесь дело-то не в деньгах, ребят, здесь дело в том, что насколько это идет проработка, это будет только один на один, и это будет только с теми людьми, которые тотально, тотально готовы выйти, познакомиться с собой с новым, у вас даже не останется за эти 3 дня даже пепла того, что было из вас до этого, не останется. Почти разрядился, я сейчас попробую это все максимально быстро закончить, и что значит исцелить себя сам, то есть мы решили, чтобы вы были максимально независимы от нас, тем более от каких-то других городов, мы решили, что мы будем не просто проводить ретриты, для кого-то это нужно просто распаковка себя, а кто-то хочет и готов внести вот самого себя в мир, и мы будем через распаковку самого себя показывать вам, как вы можете подобные заболевания, подобные проблемы, так скажем, подобные задачи, как только вы их научаетесь самостоятельно решать через нас, с нами, вы идете и сами уже показываете это людям, мы хотим, чтобы они, не вы становитесь гурую, их за собой ведете, а им рассказывать, как они могут раскрыть себя, и точно так же передавать эти знания, как другие могут раскрыть себя. Наша задача, моя задача и задача Славы сейчас не чтобы за нами шли как за гуру, а мы хотим передать вот эти вот навыки, чтобы каждый, потому что я не знаю, может, мне завтра не захочется этим заниматься, может быть, Славе не захочется этим заниматься, но мы понимаем, что чем больше вы раскрываетесь, нам вообще такой кайф, у нас, вокруг нас сейчас такие люди, это просто космос, ну вы, наверное, видели, я выставляла там вот какие-то коротенькие видео, да, мы просто кайфуем, это получается не ретрит, это получается не что-то, это получается настолько кайфовая жизнь, и мы хотим, чем больше вот этого кайфа вы все прочувствуете, чем больше вокруг нас будет этих кайфовых людей, тем больше мы будем кайфовать, то есть мы хотим передать свои знания, мы хотим передать свой опыт, каждый свой опыт, то есть мы с каждым разом все становимся больше, глубже, открытие, и вот это вот мы хотим с каждым разом, с каждым мгновением, с каждым всем передать максимально вам этот опыт, чтобы вы могли этот опыт передавать другим, то есть не обязательно, чтобы вы ходили за нами постоянно, чтобы вы могли максимально распаковаться, чтобы вы уже дальше шли и распаковывали других. И вот это вот получится просто вот эта вот паутинка, которая будет распаковывать друг друга. И когда вы научитесь распаковывать друг друга, показывать, как распаковать друг друга через самого себя, Вот это и будет наш максимальный прорыв в самого себя, в осознанность, в пробуждение, в просветление, в кайф этой жизни, потому что мы созданы только для этого. И когда с нами это всё случится максимально, вы посмотрите, что это просто закрутится другим кольцом. Почему? Когда не закольцован каждый человек на друг друге, а когда он свободен от друг друга и настолько свободен, что ему хочется общаться с таким же свободным человеком. И когда вы это поймёте, вы будете передавать свои Знания, не закольцовывать их на себе, а передавать свои Знания любому другому, чтобы он передавал свои Знания следующему любому другому. И тогда мы будем становиться просто огромными, просто большими, просто глобальными и охеренными. Сейчас посмотрю, ребят, есть ли вопросы в Ютубе. Ой, Натусенька, девочка моя, люблю тебя. Вопросов в Ютубе нет. А у меня батарея, ребят, просто... Салютик, привет! У меня батарея просто в хлам разряжена. Я не успела зарядить, только домой побежала. Поэтому, ребят, я вам просто хотела донести, что сейчас мы будем, помимо разных... То есть каждый подбирает под себя, что он хочет. И вы должны понимать, что мы не создаём для вас кумиров, мы не создаём для вас самих себя, мы не создаём... Мы, наоборот, вытаскиваем из каждого самого себя. И это вытаскивание для того, чтобы вы шли и дальше распаковывали других. Чтобы ни в коем случае мы не были гуру, ни в коем случае мы не были какими-то первопроходцами, ни в коем случае мы не были какими-то, за которыми нужно идти, а только лишь в том, чтобы мы всегда были вашими друзьями, вашими открытыми собеседниками, чтобы мы шли плечо к плечу. И это, знаете, как клёво, когда ты можешь друг другу сказать абсолютную правду, тотальную правду. Когда ты понимаешь, что на эту правду никто никогда не обидится, просто скажет, «Блин, клёво! У меня, оказывается, ещё есть один затык, который я могу проработать, и это клёво!» Я опять работаю сам собой, и это классно. И когда у тебя появляется поле вот таких друзей, это просто космос. Вы не представляете, ребят, первый день, да, он распаковка, она идет глобальная и сжигающая все мосты, всё просто. Первый день – это просто трансформация, настолько это доступно только, блин, ну, очень сильным людям, потому что идёт такая трансформация, то есть, ну, чтобы вы понимали, когда, например, твой родственник умирает, а тебе говорят, что клёво, кто из вас это может принять? Единицы. Это просто как пример. Я не говорю, что это было в этом рекрите или в каком-то следующем. Я говорю, насколько вы должны прочувствовать, насколько это жёстко. И когда вы это принимаете, когда вы это осознаёте, для вас не существует другого мира. Вы входите в нового себя. Для вас уже всё, что было там, это сера. И когда вы это понимаете, когда вы это принимаете, когда вы распаковываетесь, вы становитесь другим человеком. И вот потом, когда вот это вот принятие происходит, это такая лёгкость к жизни, это такое принятие, тотальное принятие этого мира. И только после тотального принятия мира вы понимаете, что он нахеренный. не потому, что он начинает быть в розовых бабочках, в фиолетовых листочках, и начинают танцевать деревья перед вами, и бомж им ходит к вам с золотыми зубами и с золотыми зубами и с золотыми зубами. Не из этой серии, ребят. Просто вы понимаете, что вы тотально принимаете этот мир, который тотально принимает вас. И вы понимаете, что этот весь мир, он создан для вас. И вы только научаетесь его брать, те блага, которые есть в этом мире. И это просто такой космос, когда вам не нужно ни перед кем врать, чтобы что-то запомнить. Когда вы тотально честны, вы просто выдыхаете. И вы не представляете, как мы вот на этом, вот этот ретрит у нас проходил, он в результате у нас проходил всегда в большом количестве народу. Хотя это был индивидуальный ретрит. Но так или иначе, то одни, то вторые. Это просто был постоянно ржать. Это просто был постоянный космос. Это настолько была распаковка. Это человек впервые в жизни начал ходить голым. Не в смысле без одежды, а в смысле он настолько оголился, потому что ему нечего было скрывать, ему нечего было стесняться. Ему ни для кого не было смысла закрываться. Он был настолько открыт, потому что это было всё его, всё для него, и его всё принимало. И когда он видел, что его принимают тотально таким, какой он есть, почему-то, это были другие ощущения. Это были такие распаковки. Блин, ну, если я изначально думала, что, думаю, а вдруг всё-таки вот что-то там будет вот не так, как вдруг что-то какие-то закупорки будут, ну, а вдруг вот это вот будет. И потом, когда я думаю, да какая разница, что оно будет, но это же его. Я даю своё, что человек сможет, унесёт, что не сможет, не унесёт. Какая разница, что будет. Оно всё равно будет только тотально так, как оно должно быть. По-другому оно не будет. И когда ты принимаешь просто то, что есть, когда ты принимаешь то, что идёт, когда ты просто тотально принимаешь, блин, это клёво, в любом случае это клёво. Как бы оно ни было, это клёво, что, блин, к нам приехал человек из Германии, прилетел. Человек прилетел, он сделал визу, он летел через несколько стран. Просто побыть в нашем поле. И это уже клёво. И, конечно же, когда ты ещё видишь его результаты, а когда он тебе начинает рассказывать это, да, в первый день он рассказал, в первый день поделился, что с ним было. И он говорит, я всё говорить не буду, так как он культурный человек из Германии, не то, что мы там распиздосы из России, да. Да, я матерюсь, и бывает такое. Потому что я просто такая, такая, какая есть. Я себя никогда не буду строить, что я там в порядочной, какая-то вся такая, всё по порядку. Нет, просто такая, какая есть. И когда человек начал про первый день говорить, он, конечно же, ничего особо не сказал, чтобы, ну, он так воспитан, он всё корректно, всё культурно. И что с ним произошло за эти два дня? И он не том, что он пошёл в разнос, он таким же культурным, корректным и остался. Просто он понял, что жизнь-то живёт по-другому, а он играл в эту жизнь, убеждая себя, что вот это будет так. И когда мы осознаём, не важно он или кто-то ещё, когда мы осознаём, что мы просто играем в ту жизнь, которую нам навязали когда-то, и думаем, что нет, мы вот все распаковались, вот нам вот всем вот так вот хорошо. Блин, херня всё, ребят. Когда мы по-истинному, по-настоящему распаковываемся, мы становимся другими, мы становимся лёгкими. С нами легко, с нами, блин. Ого, Светик, вы материтесь. Да, матерюсь. Вот. И когда понимаете, что вот эта жизнь, она настолько лёгкая, она настолько, блин, крутая, она настолько… Там лёгкость, веселье, там, я не знаю, воздушность. Когда вы эту воздушность славливаете, всё по-другому же проходит. Не важно, чего это касается, ребят. Это касается каких-то личных отношений, это касается семьи, либо это касается финансов. Оно всё проходит просто вот так вот, просто отщёлкивается. Потому что вы ловите этот баланс, эту лёгкость, вы левитируете. Мы же все привыкли, что такое левитация. Левитация – это когда ты идёшь на чём-то обязательно. А левитация, не знаю, левитация в финансах, левитация в отношениях. Привет, Юлечка. Левитация во всём. Это же тоже левитация. Но мы же всегда… Блин, всё, мы к земле прикованы, вот это наше место, вот это наш дом, вот это наше это, вот это наше… Всё, и мы никуда пошевелиться не можем. Мы себя настолько загнали в рамки, мы настолько себя пригвоздили к чему-либо, что думаем, блин, а как я отсюда уйду? У меня же здесь столько наработок, у меня же здесь столько всего. И всё, и начинается вот это вот. И когда ты понимаешь, что это такое, когда ты понимаешь, распаковываешь себя, когда ты идёшь в этой лёгкости, когда ты идёшь в этом кайфе, кайфе, который внутри нас, это не хорошо и плохо, это не оценочность, это просто внутренняя, внутренняя свобода, внутренняя воля. Когда у тебя распаковывается внутренняя воля, воля к самому себе, тогда ты понимаешь, что этот вольный мир может коннектиться только с вольным человеком. когда тебя не держит технократия, когда тебя не держат какие-то устои, когда тебя не держит что-либо, когда ты начинаешь соприкасаться с волей, потому что ты есть воля. И это другие моменты. И ты просто сразу, как космос, неважно, чего это касается. Тебя просто подбрасывает, тебя уносит, и ты космос. Сейчас посмотрю, если нет. Так, у нас... Все, ребят, привет. Вопросов нет. Ребят, у меня батарея прям практически на нуле. Если я сейчас не сохраню эфир, то у меня он слетит. И скажу вам, что в четверг на автополстаре я проведу эфир, что последнее, что такое вечность. Вечность — это последний день. И как раз я вам раскрою некоторые фишечки, так приоткрою, потому что мы с вами уже говорили, да, что на... Я с удовольствием бы на прямых эфирах бы всё бы вам рассказала, чтобы вы уже никуда не ходили, не искали никаких гуру, не ходили бы там за кем-то, чтобы там вам кто-то там втирал что-то там годами. Я бы это с удовольствием сделала. Но эфиры закрывают, ребят. Вот как ни крути. Я уже пыталась сделать несколько эфиров. Их закрывают, их выбрасывают. Инстаграм у меня страницу блокировали на полтора месяца два раза. И с Ютуба убирают ролики. Поэтому, блин, что могу, то говорю. И на «Автополстаре» я немножечко приоткрою вам, что такое вечность. Потому что чем больше мы понимаем, что такое вечность, тем больше складываются наши пазлы, тем больше мы возвращаемся к себе. Тем больше мы и физическим телом возвращаемся к себе. И физическим телом мы корректируем тот процесс, который происходит в нас. Поскольку вы сейчас в каком процессе, ваше тело будет подстраиваться. Ребят, поверьте, у нас сейчас ещё в троечке, вот как я его называю, да, индивидуальный чат со славой. У нас есть дама из Америки. Если бы я не могу просто индивидуальный, когда мы услышали её голос, голос, ну, не знаю, ну, 20-летней девушки. Вы же знаете, что по голосу много, что тоже решается. Голос 20-летней девушки. Она настолько легка, ей 70 лет, она настолько, она настолько воздушна. Вот когда с ней общаешься, не мы её чему-то учим, мы вообще не можем чему-то учить, мы просто делимся своими мыслями. И когда она делится своими мыслями, ты думаешь, о, это космос. И это так клёво, когда мы начинаем делиться между друг другом, вот этим всем, это, блин, это действительно космос. Ребят, вы для меня космос, это не потому, что я так хочу сказать это. Вы действительно для меня каждый космос, каждый. Наташа Исаева, ты в том числе. Я вас вообще всех обожаю, ребят, вы правда для меня, вы меня настолько двигаете вперёд, вы настолько мне показываете и раскрываете эти рамки, которых мне уже кажется, что их нет. Но чем больше я знакомлюсь с людьми, чем больше ко мне приходят люди, чем больше я вот это вот вижу через ваше вот это вот горе, которое вы думаете, что это горе, через ваше горе, когда вы начинаете распаковываться, вы меня делаете ещё глубже. Вы настолько начинаете открываться, что я думаю, боже мой, это вообще, это нереально, это настолько, это настолько мощнецкие люди, вы вообще даже не представляете, насколько это просто, блин. И иногда, да, иногда бывает, думаешь, блин, ну почему они это не видят, ну почему это так, ну почему обязательно им нужен кто-то, кто бы им раскрывал, почему они сами через себя не могут прийти. И начинается вот это вот, как бы, ну почему, почему, потому что понимаешь, чтобы раскрыть, нужно их куда-то пригласить, за это пригласить, нужно там, чтобы туда пригласить, это нужно там номер снять, оплатить там какую-то, оплатить рекламщику, чтобы он разместил мои ролики, выйти там в определённые соцсети, за это тоже деньги заплатить. И ты понимаешь, что чтобы с человеком встретиться, чтобы распаковать его глубину, которая есть уже в нём, ты должен взять эти деньги. И, конечно, тебя начинают где-то потряхивать, думаешь, блядь, да зачем я эти деньги, за что я эти деньги беру? Это же, я беру деньги за то, что в нём уже есть, а по-другому пока в нашей технократии никак. Никак. И думаешь, ну, херня, значит, если нужно будет распаковаться, придёт. по-другому просто никак не будешь за это заморачиваться. Поэтому, ребят, спасибо вам огромное за то, что вы есть. Спасибо за ваши вопросы. И когда говорят спасибо, это потому, что вы нас хотите спасти, да ни хера. Просто спасибо, потому что клёво.